Слушай, интересная новость. В России ввели закон, устанавливающий штрафы за нецензурную брань в СМИ. Ого, и какие будут штрафы? Для граждан штраф устанавливается от 60 до 100 долларов с конфискацией предмета правонарушения. Для должностных лиц от 150 до 630 долларов с конфискацией. Для юридических лиц от 600 до 6000 долларов с конфискацией. Отмечается, что определять, что считается нецензурными словами и выражениями, будут эксперты-филологи. Ну, интересно, а в Центральной Азии такие законы есть? Ну, в Центральной Азии пока нет. Однако, что самое интересное, интернет-СМИ под эту категорию тоже подходят. Так что в интернете теперь надо будет тоже быть вежливыми. Ну, раз так, я бы предложил всем поучиться этикету в сети. По-моему, очень даже актуальная тема. Еще какая актуальная. Поэтому предлагаю посмотреть наш следующий сюжет о нетикете, то есть вежливости в сети. Сегодня всемирная паутина опытывает самых разных людей. Учителей, политиков, звезд шоу-бизнеса и простых смертных. Они отличаются друг от друга внешним размером зарплаты, уровнем интеллекта. И уж тем более у них разное представление о культуре и вежливости. Но кое-что общее все же есть. Интернет позволяет человеку оставаться анонимным. И это дает, конечно, определенную свободу. Человек может выплеснуть эмоции, нагрубить кому-то, не боясь каких-то последствий. И он точно знает, что у него есть псевдоним, за которым он скрывается. И социум не осудит человека настоящего. В сети нельзя с полной уверенностью сказать, кто сидит по ту сторону экрана – олигарх или школьник. И поэтому человек часто воспринимает интернет как большую игру. Он одевает любую понравившуюся ему маску и играет свою роль. Но как далеко сможет зайти эта игра? Может ли виртуальный конфликт перекинуться в реальную жизнь? Если человек кажется в сети грубияном, монстром каким-то, то не факт, что человек такой в жизни на самом деле. Возможно, что он очень скромный и стеснительный. И что он пойдет на реальное физическое какое-то столкновение, то это вряд ли. Так получается, все те люди, которые писали гадкие комментарии в мой блог, делали это ненарочно. Они просто снимали стресс. А вот эти делают это профессионально. И сейчас я вам о них расскажу. Интернет-тролли – это вовсе не герои скандинавских легенд. Это люди, для которых самое важное – вывести собеседника из себя. Где-то тролли всего лишь распространяют вредные советы или идеи. Но чаще всего они сталкивают людей лбами или выводят на конфликт, занимая противоположную позицию. С гламурным подонком Пашей Волей эти персонажи, конечно же, ничего общего не имеют. Их удел коверкать русский язык. Чем больше написание слова отличается от того, что в словаре, тем круче. Однако звучание должно максимально напоминать оригинал. Сегодня же единственный ответ на троллинг или подонковские выходки до безобразия прост. Игнорируйте, не поддавайтесь на провокации. Но одно дело – столкнуться с агрессией и правильно на нее отреагировать. И совсем другое – самому не стать источником грубости. Нельзя говорить о каком-то особом этикете в сети. Он ничем не отличается от обычного этикета и этики в последней жизни. Но проблем в сети гораздо больше, нежели в реальной жизни, потому что часто они не чувствуют ответственности за то, что они могут понести какое-то наказание за свои слова или за какие-то свои действия. В первую очередь это связано и с тем, что в сети существует такое понятие, как анонимность. Анонимности в сети как таковой не существует. Она была раньше, но с развитием технологий, в принципе, можно найти по IP-адресу или каким-то другим данным любого человека из любой точки на Земле. Чтобы избежать конфликтов, многие сайты публикуют правила поведения на своих ресурсах. За их несоблюдение пользователь блокируется, а некорректные высказывания даже удаляются с сайта. Если вы не считаете правил, помните, незнание закона не освобождает от ответственности. Практика такая, что если существуют какие-то комментарии, которые противозаконны, и они не исчезают в течение суток, допустим, то правоохранительные органы могут расценить это как согласие с этими комментариями, тогда ответственность будет нести не только тот, кто оставил этот комментарий, но и владельцы ресурса. И вот в зависимости от ресурса эти правила всегда разные. Однако есть правила, придерживаться которых нужно на любом сайте, в любой стране, на любом языке. В интернете все ваши жесты, возможности мимики или голоса ничего не значат, есть только набор букв и символов. Поэтому очень важно тщательно подбирать слова, но и не забывать, что собеседник мог иметь в виду что-то совсем иное. Публикуя запись или комментарий, вы претендуете на чье-то время, поэтому прежде чем отправить кому-то свое письмо, подумайте, действительно ли в нем нуждаются. В сети вас будут оценивать по тому, как вы пишете, поэтому старайтесь писать грамотно и осмысленно. Проверяйте свою информацию, чтобы не стать посмешищем. Каждый когда-то был новичком, поэтому будьте снисходительны к чужим ошибкам. И если вы в чем-то хорошо разбираетесь, то помогите в этом другим. Только не зазнавайтесь. Не стоит публиковать материалы из частной переписки или закрытые для общего доступа. Если ваши друзья ограничили возможность просмотра своих фотографий или данных, значит у них есть для этого причины. В общем-то быть вежливым в сети не так уж и сложно. Нужно только помнить, что интернет – это тоже общество со своими правилами и законами. И отвечать за свои слова все же придется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok